А кто это такой красивый? Вокруг машины, шум, гул, люди Молодец, ай, молодец! А Эйвана нигде нет Эйван! Бежать его искать, это единственная надежда, что он дома Что он около подъезда Знакомство с Ричардом А Юмичу нравится, Юмичу весело, да? Это Ричард Привет, я Энни Мэджик И, как вы видите, со мной тут нет моих питомцев Но скоро они появятся, 4 моих собаки И те, кто смотрит мой канал, наверняка сейчас поняли, да? Что я нахожусь не за городом, где мы живем А в Москве, причем на собачьей площадке А киса, Алиса и все остальные питомцы там, за городом, под присмотром Так что не переживайте, все под контролем Мы приехали в Москву не на один день, а намного дольше Если вы хотите гигантский мегавлог Прям как вы любите вот эти наши большие влоги С прогулками, походом по магазинам Каким-нибудь, чем мы занимаемся здесь и как мы живем Потому что жизнь с четырьмя собаками в однокомнатной квартире Очень сильно отличается от жизни в загородном доме Какая-то машина там пердит, ездит Давайте 100 тысяч лайков соберем, как обычно Я знаю, что вы на это способны Я очень жду вашей поддержки Тем более после того, как я узнала, что наш канал ходит в топ Мировых каналов о животных по разным пунктам То есть мы входим в топ-3 по комментариям, по лайкам И просто занимаем какое-то место Поэтому пишите, пожалуйста, как можно больше комментариев Потому что если у нас будет очень много комментов Мы будем подниматься туда в топ И добиваться результатов намного быстрее вместе с вами Таким образом мы, скорее всего, поскорее добьемся 3 миллионов подписчиков Потому что это моя мечта Я себе поставила такую цель, что как только у нас будет 3 миллиона Я заведу питомца нового О котором давно уже мечтала и хотела Поэтому я надеюсь на вашу поддержку, вашу помощь Лайк, коммент, подписка, колокольчик И погодка сегодня нам с Мишкой позволяет попробовать позаниматься Все дело в том, что Миша никогда не занималась на таких площадках Мы живем за городом и такой площадки у нас поблизости нигде нет Поэтому я планирую построить дома что-то подобное А для этого мне нужно посмотреть, что вообще бывает Кто смотрит наш канал именно давно, тот знает, с какими проблемами попала к нам Мишанька И за это время, пока она с нами жила, она очень многому научилась Каким-то простым вещам То есть, например, ходить на поводке, подниматься по лестнице, носить одежду, знать где ее место, слушать какие-то основные команды Типа дай лапу, сидеть, лежать, ну здесь как бы сидеть, лежать не покажем, но дай лапку давай Молодец, Мишка, умница Поэтому вот эти экстремальные условия, в которые мы сейчас с ней попали Люди, которые здесь ходят Шум города довольно сильный, потому что мы находимся вот возле такой вот громкой большой дороги Машины проезжающие мимо Это довольно экстремально для собаки, которая живет за городом Для начала попробуем вот такую вот лесенку Но сейчас в одиночестве еще и собаки тут какие-то ходят Я думаю, что Миша может просто побояться и вообще ничего не делать Миш, пошли, пошли, пошли Миш, пойдем, Миша, пойдем Миш, пойдем, ай, молодец, ай, умница, ай, молодчинка Даже за первый шаг я ее уже очень сильно хвалю Вот, молодец, пошли Пойдем вместе, пойдем Вот, молодец, ай, молодец, ай, умница Давай, Мишаня, давай, не сдавайся, молодец Молодец, давай, ай, молодец Поднимайся, поднимайся, давай, давай Давай, давай, давай Ай, умница, давай, не слазь, скатывается Мишаня, надо потому что более активно идти Я попробовала снять с нее поводок Миш, давай, давай, давай Иди сюда, иди сюда, давай Ай, молодец Ай, молодец, Миша! Долгими и трудными уговорами мы все-таки залезли на эту штуку. А теперь мы попробуем развернуться и спуститься обратно. Мишань, давай, пошли, пошли, давай, давай, молодец, умничка, разворачивайся, вот умница, давай, спускайся, спускайся скорее, давай, ай, молодец! Постепенно, не резко, не надо ее там затаскивать самому руками, это неправильно делает собакой. То есть вы должны всеми способами добиться, чтобы собака сама поняла, что от нее требуется и сделала это. Даже такая, как Мишаня, но я думаю, это уже заслуживает лайка, то, что сделала Мишка сейчас. Следующим тренажером я выбрала вот такую вот лестницу. Дело в том, что все не так просто. Казалось бы, да, лестница и собака, собака, которая умеет ходить по лестнице в подъезде, легко сообразит, как и здесь пройти. Но дело в том, что здесь между ступеньками есть вот такие вот пролеты. Этот воздух, и он именно пугает собаку, плюс высота. То есть ступеньки не такие твердые, вокруг нет стен, вокруг пространства. И некоторые собаки начинают стопориться и очень нервничать. Молодец! Ай, молодец! Пошли! Пойдем! Она не хочет подниматься дальше, но она сделала попытку. Ладно, давай спустимся хотя бы теперь. Спускайся! Пойдем вниз спускайся! Мишань, давай! Мишань, ты так и будешь там стоять, да? Мишань, пошли! Мишка! Мишка стоит, просто ничего не делает. Есть вариант позвать ее, уйти и позвать ее. Мишаня, пошли! Я отстегнула поводок. Сейчас посмотрим, как она будет решать эту задачу. Просто вообще ла-ла-ла стою. Мне очень нравится там стоять. Задача в том, что я должна добиться, чтобы она все-таки сама это сделала, а не просто снять ее рукой. Это самая главная ошибка начинающих хозяев. Помогать собаке все делать вот так, руками ее снимать. Она потом не поймет, что в итоге под будущим ей надо будет делать. Это равносильно, как все делать за ребенка. То есть не давать ему самому что-то пробовать сделать и выполнять задачу какую-то, а просто делать все за него. То есть не давать ему в руки карандаши, чтобы он пытался как-то ими рисовать, а просто брать, рисовать за него рисунок и все. Ну, как бы это бред, все понимают. Это навело меня на мысль, что не всегда я в силах справиться и помочь своей же собаке решить задачу, добиться от нее какого-то действия. Я думаю, что возможно. Нам действительно, пока мы в Москве, мы можем походить на курсы. Если вам это интересно, то мы будем снимать об этом видео. Умница! Молодец! А кто это такой красивый? Да, привет! Это девочка? Ой, ты красивая какая! Приходите тренироваться сюда на площадку или просто погулять? Нет, вы просто гуляете. Просто гуляете, да? У меня в кармане вкуснятина какая-то, да? Кто-то почувствовал. А сколько ей? Девять месяцев. А, она еще молоденькая, да? Вот такой вот тренажер. Небольшой. Можно внизу проходить, можно перепрыгивать. Кстати, я удивлена, что на площадке нет никакой змейки. Слишком много тренировок – это тоже стресс. Лучше, чтобы тренировка составляла на 15 минут. Мы свои 15 минут свой лимит уж точно истратили, потому что очень много мы маялись с этой лестницей. У нас, кстати, в Москве, по крайней мере, какой-то выпал странный снеголед, и все скользит. Даже трава, когда ты по ней идешь, она скользкая. Выгул собак запрещен, чтобы собаки не писали, не какали тут на травку. Поэтому есть специальные собачьи площадки. И этих площадок абсолютно недостаточно. Ну, как бы в округе столько домов, и так мало площадок. И везде кругом надписи, что выгул запрещен. Надо больше площадок! Про захождение в двери. Особенно в городских условиях, если вы помните, Мишка боялась заходить в двери. Мишань, давай, заходи! А теперь она, в принципе, у нас спокойно в подъезд заходит. Ай, молодец! Пойдем домой! Ну что ж, наконец-то я опробовала вот эту вот штуку. Я забыла, как она называется. Когда собаки две на одном поводке. Софи с Эйвеном сейчас идут на одном поводочке. Блин, реально из башки вылетело. Поводок разделяется на две части. И это намного проще, потому что в руке один поводок получается. Юмичу у нас идет отдельно на одном поводочке. Уже немного похолодало. И я думаю, не зря ли я не одела. Особенно Эйвена, потому что он очень мерзлявый. У нас у него короткая шерстка. И плюс он вообще, в принципе, мерзляк. Вот они с Софишей, по-моему, прекрасно передвигаются вдвоем на поводке. Мне нравится, это очень удобно. И как-нибудь я обязательно попробую вчетвером со всеми собаками на двух таких поводках. То есть у меня будет всего два поводка. И собаки будут попарно вот так вот идти. Софиша, иди сюда, иди сюда, давай. Вот, молодец! В норме по таким лестницам Софиша поднимается очень легко. Когда на них есть такое покрытие не скользящее. И летом. Сейчас она поленилась, я думаю, на самом деле выполнять. Я не стала уже ее мучить, все-таки возраст. И, в принципе, стала не такая прыгучая, не так хорошо все делает, к сожалению. Иди сюда, иди ко мне! Вот, молодец, давай! Но самое главное, что теперь, видя реакцию своих активных, дрессированных собак здесь, на этой собачьей площадке, в такую погоду, вокруг машины, шум, гул, люди. То есть экстремальные условия, видя их поведение. Теперь я даже, ну, не удивляюсь, почему Миша, да? Миша, на самом деле, получается, вообще геройски себя вела и даже что-то выполняла, могла как-то сконцентрироваться. То есть это реально очень круто получается. Молодец, покемон, а теперь оборачивайся, давай, пошли, пошли. Иди сюда, иди сюда. Вот, молодец, давай, спускайся. Юмичу справилась с вот этой вот горочкой, она полностью на нее поднялась с моими уговорами и постояла там, и даже спустилась, все хорошо. Софиша поленилась это делать, не хочет. Но Эйвон меня поразил, потому что для него это вообще не норма. Он, во-первых, трусишка, во-вторых, лентяй. И тут такое он совершил, герой. Иди ко мне, давай, молодец, ай, молодец. Давай, молодец, 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 давай, давай, молодец, ай, молодец. На самом деле реально экстремально, потому что здесь вот такой лед, и он очень скользкий. И я не удивлюсь, почему Софи со своим весом, толстушечка, не смогла подняться. Эйвон, давай, пошли. Давай, Вась, давай, давай, пошли. Ай, молодец. Просто многие владельцы крупных собак могут даже не понимать, в чем вообще проблема. Потому что у крупных собак у них совершенно все по-другому. Они большие, для них эти тренажеры абсолютно вообще простые, скорее всего, для многих. Ну, не для всех, конечно. Но для маленьких собак это очень тяжело. Поэтому я считаю, что геройство даже то, что они уже хоть что-то пытаются делать. Софишка сегодня явно не в настроении. Потому что самые зрители нашей постоянной канала знают, что 90% случаев, когда Софи первее всех все выполняет, и она самая активная. Если вы не в курсе, то у собак тоже бывает настроение. Сегодня они хотят что-то делать, завтра нет, никакая вкусняшка их не говорит. И вот Софиша сейчас явно что-то нам демонстрирует. Почему-то она говорит, я не буду все выполнять до конца. То есть она прошла вот по этой лестнице, где-то вот до сюда, и спустилась обратно, и говорит, нет, я дальше не пойду. Очень важный момент, который может быть непонятен каким-то зрителям, да, это то, что собака должна ко всему привыкать. Невозможно собаку приучить к чему-то вот просто с первого раза. Чтобы она что-то научилась делать, чтобы она как-то научилась действовать в этой жизни. Чтобы даже какие-то тренажеры проходить, уж тем более в таких непривычных условиях, собаке нужно привыкнуть. А мои, можно так сказать, уже немножко пододичали. Потому что живя за городом, где все тренировки у нас, да, они в спокойных условиях. И они привыкли их делать, поэтому для них что-то дома намного легче дается. Покемон прошла всю лестницу. Я ожидала, что все тут просто за 5 секунд, но они отвыкли от всего этого, от шума города, от этой толпы, от этих людей, каких-то собак, от всего. И поэтому на самом деле нужно к этому заново привыкать. То есть на это потребуется время. Это надо пожить реально в городе в Москве, походить на эту площадку много раз, хотя бы вот каждый день по 15 минут. Эйвона даже уговаривать не пришлось, он на поводке прошел всю лестницу с легкостью, молодчина. Видимо, у него сегодня хорошее настроение. Какой большой пес. Софиш, а вот лаять ты хорошо умеешь, я смотрю, да? А Эйвона нигде нет. Короче, тут оказалась в конце еще открытая дверь. И походу Эйвон отсюда вышел, потому что мы до этого конца не доходили, мы здесь ничего не делали. Эйвон! 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 Единственная надежда, что он побежал домой. Надо сейчас срочно забежать домой, отвезти девчонок и бежать его искать. Это единственная надежда, что он дома. Что он около подъезда. Я пробежала все здесь вокруг. Только мы собрались домой бежать, и я, кажется, увидела Эйвона. Эйвон, иди сюда! Быстро! Иди сюда! А если бы, что им что-то случилось, я... Я на секунду отвлеклась, потому что я была уверена, что здесь одна единственная дверь, а вот, она закрыта. Короче, у меня в голове уже прям вникнула вся жизнь, и я думала уже в Инстаграм снимать сторис о том, что все, кто живет в этом районе, давайте искать Эйвона. Но он нашелся, потому что я его покричала, и он прибежал, но это очень опасно. Короче, ребят, урок всем на будущее. Будьте внимательны, пожалуйста, когда приходите на собачью площадку, проверяйте, все ли выходы, сколько выходов, и все ли они закрыты. Потому что мне в голову не пришло даже, что есть еще один выход, и что он может быть открыт. Меня уже всю запачкали, и так как у нас покемон самая прыгучая собака, мы попробуем сейчас с ней все-таки попрыгать. Для начала, конечно же, мы попробуем, чтобы Юмичу хотя бы запрыгивала на эту штуку. Молодец, молодец. Давай, беги сюда, беги. Вот молодец, почти. Иди сюда. Вот молодец. А это очень высокая. Давай обратно. Вот молодец. Молодец, давай обратно, Юмичу. А ты запрыгиваешь на нее, надо перепрыгнуть. Юмич, давай. Вот молодец. Но мы все равно хвалим даже за сам прыжок, но наша задача, чтобы она перелетела, а не вставала на нее, не задевала ногами. Давай, давай. Вот молодец, почти, почти. Давай, иди сюда. Бегом. Вот молодец, она все равно задевает. Ты задеваешь, ты задеваешь. Давай, иди сюда. Обратно. Вот молодец, давай еще. Вот, молодец, давай еще Задеваешь, задеваешь Пока что задевает и никак прилететь не может Возможно, слишком высоковато для нее, для маленькой собаки А это еще выше Она вообще практически через нее прилететь не может Знакомство с Ричардом А Юмичу нравится, Юмичу весело, да? Это Ричард Эйвен с Афишей знакомится активно, Юмичу так себе Вот скажите мне, в чем прикол, да? Вот там в углу гулять И общаться, когда столько места здесь Но нет Очень интересно, в углу там зажиматься Ну что такое Юмичу? А сколько лет? Четыре Четыре? На улице нашли? Ну что такое там происходит? Эй, эй! Эй! Ричард, ну что такое? А Юми стоит и даже ничего, да? Юмичу Ну хочется пообщаться, скажи, да? А потому что нечего неприглядные места нюхать Эйвен сказал Ричу Не трогай меня Это он не огрызается Ничего, он его укусить не хочет Он просто как бы на собачьем языке Ему говорит, нет, не лезь А Ричи нравится Эйвен Да? И Юмичу Вот Софи, кстати, он вообще игнорирует К Софи даже не подходит К Эйвену и к Юме именно Признаться, мне немного стыдно И я ожидала большего от своих собак Хотя я понимаю, что Ну, в большинстве случаев Далеко не все Чихуа Умеют даже то, что Попробовали сегодня сделать мои собаки В таких экстремальных условиях В том смысле, что для нас они экстремальные Потому что все-таки Мы живем за городом У нас такого шума машинный Гул, гам Постоянно какая-то тусовка Какие-то люди, какие-то собаки Для них это все-таки стрессовое Это реально такие экстремальные условия Возможно, пока мы живем в Москве Если я буду сюда ходить каждый день с ними Они привыкнут Потому что для собак это нормально Привыкнуть в конце концов Так что мы, может, даже попробуем Но еще один самый большой, наверное, минус Это то, что погода не позволяет Мы просто очень долго уже тут И постоянно прерываемся на какие-то знакомства Холодно И ребята уже явно мерзнут Поэтому переходите по ссылочке На новый ролик на канале Magic Pets Among Us Я думаю, вам понравится Ставьте лайк на это видео, пожалуйста За наши старания Если вы хотите супер-влог из Москвы Со всеми, как мы здесь живем И, конечно же, подписывайтесь на канал Если не подписаны Все, увидимся скоро в новых видео Погнали!